Всем привет, дорогие друзья! Это Андрей Курейчик, новый выпуск альтернативного благовидения. Слушайте, вчера, я так понимаю, образовалась очередная коалиция объединенных оппозиционных сил. Весь вечер ее транслировали по разным YouTube-каналам. Кто-нибудь может мне объяснить, что это вообще было? Я так коротко напомню предысторию. Политик Ольга Карач, блогер и политик, объявил о том, что для того, чтобы ей провести день Х, надо провести объединение оппозиционных сил. И долго анонсировала, что вот-вот идут переговоры и скоро мы покажем наше единство и нашу коалицию. Ну, в итоге вчера вот нечто показали. Как по мне, это все выглядело очень странно. Ну, друзья, из политических сил там был только, собственно, Ольга Карач и наш дом. Все остальные я, честно говоря, не очень понял, что это вообще за образование и кого они представляли. Ну, это, конечно, приятно, что там есть психиатр, психиатр Щегельский, вот, который, видимо, представляет такую политическую силу, как психиатрия. Значит, там было несколько вполне приличных активистов. Хорошие ребята, молодые, красивые, активные, но тоже абсолютно непонятно, что они представляют. Там был этот Паша Эксамон, который как-то путанно рассказывал, что тут он как он сам, но если эта коалиция приобретет серьезный характер, то есть он как-то пока не сильно, что ли, верит, что она может приобрести серьезный характер, или что, тогда он будет не просто представлять сам себя, а будет представлять еще этих, там, киберпартизан и этих буслов или ДНС или что там, черт его знает. Вот, но пока он типа сам. И вот что это за объединение сил, где есть только одна реальная политическая сила, а все остальные это просто набор каких-то экспертов или активистов, которые просто имеют какое-то свое мнение оппозиционное. Но что они могут сделать, я так и не понял. И что они хотят сделать, я так и не понял. Вот это самое удивительное. И как они собираются бороться, я так и не понял. И будет ли Деникс, я не понял. И для чего они приглашают в эту коалицию других людей и политиков, я тоже не понял. Потому что там звучали абсолютно разные мнения от того, что давайте ваши проекты, давайте ваши мнения, мы будем это все обсуждать. Сколько вы будете это обсуждать? Вы же хотели уже сейчас провести Деникс, уже сейчас начать какую-то реальную борьбу. А там нет, ну, знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило, вот этот чат заговора. Да, там было четыре, или сколько, три или четыре человека из вот этого знаменитого заговора Зинковича Федуты. Вот. И, как бы, и вроде разговоры про то же, и построены так же. То есть, просто пока временно Федута и Зинкович с Костусевым захвачены нашей гыбухой, вот их заменили какими-то другими людьми. Вот так это выглядело реально. Так это выглядело реально. Я почувствовал, или мне так показалось, что Ольге Карач было как-то не очень удобно в всей этой компании. Как-то это все выглядело не шибко солидно, мягко говоря. Вот. При том, что действительно хорошие ребята. Хорошие ребята. Потрындеть. Помечтать. Немножко, может, пофилософствовать. Поговорить о психическом здоровье. Провести какой-то аутотренинг. Вот ради этого, да, прекрасно. Интересно ваше мнение, дорогие друзья. Интересны ваши ощущения от этого всего. А так, ну, радостно, что появилась вот коалиция, в которой точно все будет хорошо с психическим здоровьем. Потому что главный там психиатр, судя по всему. Всем пока. Это был выпуск Альтернативного Благовидения. Спасибо, что поддерживаете.